Участники блокады на Востоке выдвинули новый ультиматум. Или до 2 апреля правительство подписывает договоры на поставку угля из других стран, кроме России. Или активисты перекрывают все железнодорожные пути из России. Кроме того, напомню, среди их требований освобождение всех пленных, удерживаемых боевиками, и принятие закона об оккупированных территориях. А на самих редутах на этой неделе было довольно горячо. Доходило даже до рукоприкладства. В свою очередь полиция Донецкой области запретила ввозить на территорию оружие, даже легальное. А участников блокады призвали огнестрелы сдать, но те отказались. Больше о том, что же происходит в зоне блокады, расскажет Руслан Смещук. Новый день на блокпосту или редуте, как говорят сами участники блокады, на железной дороге в Бахмуте. Начинается с общего построения возле самодельной часовинки. В 9.30 у нас отбывается ранковое шокование, после которого мы собираемся кругом каплички, даже я бы сказал не кругом, а козацким півмесяцем, и спеваем все разом гимн. Потом завтрак, сваренный по полевому на костре. Все из продуктов, привезенных волонтерами. После этого кто-то на рельсы, кто-то в хозяйственные наряды или на охрану периметра. У меня за спиной стоят колючие ежаки. Это на случай, если неведомые люди, так называемые, прийдут нас штурмовать, чтобы это их на некоторый час зупинило. Штурма на всех редутах ждали в начале недели. В Донецкой области прошло несколько крупных митингов против блокады. В Авдеевке, под звуки артиллерии, сотрудники Коксахима требовали, чтобы пропустили уголь для ТЭЦ, которая питает завод и город. Зуевская ТЭЦ, с которой получают электронерий город и предприятие. Там запаса угля осталось, скажем так, немного. Поэтому, если оно станет, то тогда уже будет финиш всему, крах. Снять блокаду требовали и в прифронтовом Мариуполе, и тыловом Краматорске. Тоже в основном сотрудники местных медкомбинатов. Мы промышленный город, у нас страдают предприятия из-за этого. У нас становится феррославный завод Краматорский, практически персоналит свою работу из-за такого действия. Приходили на митинги и сторонники блокады. Тогда акция становилась соревнованием. Кто кого перекричит. Один раз дошло даже до рукоприкладства. На железнодорожном редуте под Торецком. Блокадники сошлись в споре с нардепами, которые приехали убеждать их разъехаться по домам. Больше всех досталось Татьяне Чернову. Вона пришла судить до добровольцев и образила их тим, что они путинскими агентами, что они организаторами котлев наподобие Лавайского или наподобие Дебальцевского котла. Зрозуміло, що тут є ті хлопці, що прийшли ті котли і чудом вирвалися з них. І вони були ображені і закидали яйцями. В таких условиях штаб блокады прийняє решення о введенні своєобразного комендантського часа. После наступлений темноты нарядуты не допускають посторонних. Даже волонтёров. Транспорт, ідущий на подконтрольные территории, пропускають. После захода солнця на редутах вообще воєнна обстановка. Слышны звуки канонады. Несмотря на значительное расстояние, інфракрасний режим нашей камеры фиксирує результаты попадання боєвиков по армейським позициям. Це десь в кілометрах 10-11 від нас. Ну добре, що також. Ну так, все може бути. Ми вже потрапили по складу. О, ви даже зараз можете почути. Тем временем, щоб підтримувати блокаду, їдет новая смена. Штаб організував автобусну линію. Із Львова через Київ, Полтаву і Харков, подбирає по пути новых блокадників в зону АТО. В пятницу виехав перший рейс. Там хлопці одне одного, які були в АТО, перезвонили, зателефонували, сказали, хлопці, потрібно на блокаду? Все, немає питань. Хто має можливість? Зібралися і поїхали. Всього в салоні автобуса чоловік 20. В пути інструктаж для новичков. Значит, будуть проблеми на першому блокпосту. Начнут вас там штормити, торбити. Не спорюйте з ними. Пусть развлікаються. Вони починають там переписувати. Усе, кстати, паспорта есть. Вони починають паспорта переписувати. Вони мозги починають компостирать. И хотя участников блокады немного, на этой неделе они заявили о расширении изоляции. Выдвинули правительству очередной ультиматум. Если в течение двух недель не прекратят закупать уголь через Россию, а депутаты не примут закон об оккупированных территориях, участники блокады перекроют железную дорогу уже в Россию. Руслан Смещук, Богдан Вербицкий, Юрий Романюк и Евгений Малярчук. Подробности недели. Телеканал Интер.